гамар джоба гена цвали я сегодня буду готовить грузинское блюдо чашу шури острая как кинжак и пряная как девушка не переключайтесь на другой канал оставайтесь для этого блюда нам понадобится ибо говядину ибо телятину вот я взял на рынке хорошие отличное мясо шея также нам понадобится растительное масло укроп лук помидоры петрушка болгарский перец создать колор желательно разноцветный розамарин чеснок острый перец хмели-сунели брал тоже на рынке ароматная и стал и магазине брать портить блюдо аромат идет безумный аджика томатный сок так что мы идут я приступим начнем с лука мы его режем крупно побольше все овощи меня помыты таким образом и будем его жарить и не просто чтобы он был как пареный а именно зажаренный лук на интенсивном огне льем маслица высыпаем лук черно и будем поэтапно обжаривать все наши овощи и складывать наш сотейничек пока жарится лук мы нарезаем чеснок сделаем крупно чтоб он не подгорел сильно и придал блюду нежженность аромат вот таки много заморили настала очередь перца попадучи не на ничего страшного и вот так соломкой его режем так поддержей так 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 больно Вот у нас получилась такая вот соломочка. И приступим к следующему этапу, как у нас идет дело с луком. Лук у нас пожарился и мы добавляем туда чуть-чуть перчику. Все это дело мы перемешиваем. И складываем в наш казанчик. Вот таким ободом. Все аккуратненько. Сейчас мы добавляем маслице. Маленько. И начинаем обжаривать. Болгарский перец. Мы его обжариваем недолго. Нам надо оставить его в форму. Чтоб он не раскис. В то же время оставить его в ароматах. Добавляем чеснок. И начинаем тоже потихоньку его обжаривать. Добавим масло за чуть-чуть. Пошел аромат. Вы только представьте. Болгарский перец и чеснок. Чеснок тоже должен маленько у нас подрумяниться. И мы это все отправим в казан. Болгарский перец и чеснок у нас готов. И мы отправляем в казанчик луку. Дальше мы займемся мясом. Вот настала очередь мяса. Мы его режем вдоль волокон. Аккуратненько. У нас получается как вот такие продолговатые брусочки. Мясо я уже вам говорил. У нас получается шейная часть. Вот таким образом. Мясо мы нарезали. Сейчас его поперчим. И я добавлю маленько паприки. Смотрите какая паприка красивая. Я тоже брал на рынке. Ароматная. Чуть-чуть. Все это делаем. Перемешаем. И будем его жарить. Именно обжаривать. Это мы будем делать поэтапно. Я вам сейчас покажу почему. Я расскажу. Так что приступим. Вот таким образом мы обжариваем мясо. Именно обжариваем. Нам надо создать корочку. чтобы сок у нас не выделялся. Но этот чуть-чуть долговатый процесс. Вот видите как оно зарумянилось. И образовало корочку. Мы аккуратно все это делать переворачиваем. Будем делать два этапа. Вот у нас мешко прожарилось. Видите. Оно не пристает в дно сковородки и обжаривается. Мы обжарим одну партию поэтапно все это сложим в наш казан. Вот наша говядина обжарилась. Еще пару секунд и мы добавляем его к общему блюду. Так у нас колоритно получилось. И мы продолжаем готовить. Мы удалили плодоножку помидоры. Вот режем дольками. так будет намного красивее. И нам надо чтобы помидоры тоже не развалились. Дальше мы берем перчик острый. Постараемся много его не резать. острый. Ну и вообще если вы хотите то можно его туда не добавлять. Потому что блюдо очень острое. Мы еще будем ложить аджику. И у нас острое и я не знаю если будут кушать дети. то я не рекомендую. Дальше нам нужен таким образом это укроп нужен и петрушка. мы все убираем свежий аромат. Люблю я эти ароматы. аромат. аромат. И аромат. аромат. очень хорошее приправа. Многие блюда с ним. Сейчас будем идти к кульминации нашего блюда. И переключайтесь на другой канал. С вами Роман Борисович. Продолжаем дальше готовить. берем веточку и таким образом кладем в блюдо. Пару секунд и аромат. Дальше мы берем хмели-сунели и маленько добавляем. Да, не забудьте блюдо посолить. Я уже посолил. Все это дело мы перемешиваем. Аромат пряности красота. Сейчас это дело все будет впитываться в мясо. Придаст ему специфический вкус. Дальше мы добавляем аджику. Прямо три ложечки аджики. Все перемешиваем. тщательно. Чтобы аджика вся обволокла мясо. таким образом не ленясь. И добавляем примерно ну сколько тут три столовые ложки томатного сока. ленясь. ленясь. Потом у нас настанет очередь зелени и помидор. Пусть у нас пока маленько потушится. запах эх. Кладем нашу зелень. Запах запах. Друзья мои многие подумают это гуляш далеко не гуляш. Вот эти все специи которые должны находиться здесь они делают наше блюдо именно как мы хотим. Все вот эти специи ароматы я вам скажу это превосходное грузинское блюдо. бросим перчик острый и сейчас мы бросим туда помидоры. Желательно чтобы помидоры были плотненькие не развались не разваливались и это мы оставим для украшения. Пока у нас есть время мы все это пару раз перемешаем и наше блюдо готово сейчас еще пару секунд и оно у нас дойдет итак друзья мои наше блюдо готово желаю вам приятного аппетита если понравилось делитесь желаю всем здоровья и счастья с вами был Роман Борисович до новых встреч друзья